Добрый вечер! Вы смотрите дискуссионное ток-шоу «Наша республика, наше дело». Мы вновь готовы обсуждать самые важные актуальные темы. Главное богатство Тарстана – это люди и наша неповторимая культура. Ведь нам посчастливилось жить в регионе с богатейшим историческим наследием. В республике, где сочетание ислама и христианства определяет своеобразие национального искусства, культурных и исторических ценностей. Так что же такое культурный код Тарстана? Ответим на этот вопрос сегодня в вечернем эфире ТНВ. Разрешите представить главного спикера нашей программы. Это заместитель министра культуры Республики Тарстан Дамир Данилович Нутфулин. Добрый вечер, Дамир Данилович. Римма Атласана Ратникова, депутат Государственного совета Республики Тарстан, председатель комиссии по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках, заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Добрый вечер. Милюша Любимовна Айтуганова, директор Татаркино. Айгуль Алмасовна Горнышева, директор Казанского театра юного зрителя. Гульшат Низамовна Фатахова, руководитель литературно-драматургической части Государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Добрый вечер. Фарида Богисона Исмагилова, директор Альметьевского татарского государственного драматического театра. Добрый вечер. Светлана Юрьевна Измайлова, заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального музея Республики Тарстан. Добрый вечер всем. Спасибо. Тема очень интересная, тема очень живая. И я вначале сказала нашей передаче. Дамир Данилович, главный вопрос вам. Что в вашем понимании? Что в понимании Министерства культуры? Что в понимании всех, кто окружает вас культурный код Татарстана? Добрый день. Я, пожалуй, начну с цитаты Шагабуддина Марджани, который говорил, что в основе любой нации есть три столба. Это народные традиции, язык и народная одежда, национальная одежда. Вот культурный код, в нашем понимании, в моем понимании, культурный код – это набор смыслов. Это и поведение, это и творчество, это и искусство во всех ее проявлениях. Это набор смыслов для человека, помогающий человеку определить себя, свое место в окружающем мире. И в данном случае Министерство культуры, ну и вообще, кто осуществляет культурную политику, у нас достаточно много и ведомств, и государство – это не последняя задача. Должно быть и свою деятельность, и свои задачи направлять на то, чтобы быть полупроводником, чтобы нашим людям, нашему обществу именно доносить смыслы, на основании которых они бы смогли, люди смогли бы самоидентифицировать себя и свою идентичность. Спасибо. Такое хорошее описание с цитатами связано. Римма Атласовна и Дамир Данилович, наверное, продолжим с вами мой разговор. Существует мнение, что именно деревня, сельская местность – это и есть очаг национальной культуры, место сохранения языка, обычаев, традиций. Именно в деревне и в селах все еще бережно хранят наш культурный код. Так ли это? Отрицать сложно, потому что деревня, во-первых, появилась на свет гораздо раньше, чем город. Деревня более архаична, и, конечно, там сохраняются и традиции, и язык, и обычаи, и культура. Город в этом смысле котел. Вот у нас в Казани, например, 170 с лишним национальностей представлены, как и в целом по республике. Поэтому, конечно, ценить деревню, где это все сохраняется, это наша обязанность. Но надо сказать, что город – это котел, где получаются некие гибриды, смешиваются и переплавляются вот эти ценности. И вот это тоже страшная вообще-то проблема. Где-то это приветствуется, например, в Америке, они страшно рады этому, они этим как раз занимаются. Разрожденности и слайдов. Нет, чтобы создать одну нацию американскую. А наше это дело совсем другое. Нам нужно сохранить, мы называем это культурным разнообразием. И нам очень важно сохранить это культурное разнообразие. Вот в этом, я думаю, главное отличие. Потом, вот все-таки возвращаясь к вопросу культурного кода, он разный. Вот я в последнее время вижу, блогеры в Инстаграм поставили, значит, такой ролик интересный. Они передают друг другу музыкальные инструменты, чак-чак, треугольник, калфак, тюбетейку. Это тоже все вот, это все коды наши. Это коды для того, чтобы обозначить. Это Татарстан, это татары. Поэтому, конечно, мы за культурное разнообразие, за взаимодействие разных культур, за то, чтобы пользоваться всеми этими культурами вместе. Я правильно, наверное, говорю, да? Ни в коем случае не каждому давать возможность развиваться, но ни в коем случае не переплавляться в один. И наша татарстанская, еще главное это наша цель, и татарскость нашу тоже сохранить. Потому что никто в мире, кроме как здесь, этим заниматься не будет. И это наша большая ответственность, вот сохранение этого культурного кода. Дамир Данилович. Что хочется добавить. Сохранение культурного кода, наверное, все-таки в деревне сохраняется лучше. Почему? Я могу сказать о себе. Я первый раз в деревню поехал, когда мне было 19 лет. То есть до 19 лет я совершенно не знал, что такое деревня. Если говорить о моей культуре, о языке, в данном случае о татарском языке, я бы его совершенно не знал, если бы родители меня не отдали в татарскую школу, которую я закончил. И вот именно семья, я думаю, если все-таки в деревне культурный код сохраняется лучше, но очень важно, это, конечно, семья и родители. Это вот та основа, которая закладывает, и что помогает в первую очередь человеку найти свой культурный код. Мы продолжим наш разговор с нашими экспертами-гостями. У нас есть народное мнение наших народных экспертов. Внимание на экран. Скажите, пожалуйста, какое бы определение вы бы дали понятию культурный код Республики Татарстан? Сложный вопрос. Нет, не готов ответить с роду так вот. Если мы говорим о культурном наследии, о нашем историческом богатстве, для чего мы должны его сохранять, ваше мнение? Нет, ну народ, у которого нет наследия, это не народ, это уже все умирающая нация. Поэтому я говорю, если мы хотим как татары сохранить свою нацию, мы, соответственно, и культурный код свой должны сохранить. Но вот определить, что такое культурный код, это вопрос, наверное, философский, сложно мне сказать, наверное. Вы знаете, хороший, красивый город. Мы второй день в нем, нам все очень нравится. Я считаю, что это культурный код. А для чего нам нужно сохранять свои традиции, историю, свои обычаи? Для чего это нужно? Для того, чтобы была ваша самостийность, самосознание, для того, чтобы вы были как бы лучше всех в этой стране России. Да, а что есть вообще понятие культурный код? Может быть, это наша самобытность, национальная культура? Возможно, да. Я гуляю, смотрю, соответственно, вот определенный колорит присутствует. Именно, наверное, в России, наверное, скорее всего, нигде такого нету, именно из-за сплава культур. Ну, и вообще, вот Казань, я заметил, это город, который, ну, соответственно, претендует на что-то, ну, в сравнении с другими городами. Ведь Татарстан, он немножко и уникален тем, что у нас множество конфессий, что у нас и храмы, и мечети, они вместе. И для очень многих людей, которые не живут в Татарстане, которые приезжают из других городов, для них это в новинку, скажем так. И у них всегда возникают вопросы, как такое возможно? Культурный код Татарстана? Ну, наверное, я бы сказал, что самое важное, это культура именно татарского народа. И специфика национальная, вот это культурный код. Потому что такого, как в Татарстане, наверное, в России больше нигде нет. Вот смотрите, какие народные эксперты, какие высказывания очень хорошие. Вообще народные эксперты у нас и жители Республики Татарстан очень активно высказываются. И последние выборы нам показали, что сформировалась даже народная программа именно из тех пожеланий наших жителей. Рима Атласовна, можете сказать, что включено в народную программу от «Единой России» в части культуры? И сможет ли программа народная сохранить культурный код или поддержать культурный код? Да, народная программа партии «Единой России» – это была предвыборная наша программа, с которой шли на выборы в Государственную Думу наши кандидаты и вся партия вместе. И там участие в формировании ее принимал народ. Более двух миллионов человек поучаствовали. От Татарстана тоже 6 тысяч разных предложений очень интересных, в том числе направлено было. И там различные блоки по разным отраслям экономики и жизни человека. И вот тот блок, который мы сегодня обсуждаем, он называется «Культура, история, традиции». Это как раз вот если двумя словами, трёмя словами – это наша тема. Там вот один из первых пунктов – это пушкинская карта. Почему пушкинская? Пушкин – это на самом деле это код. Это тоже культурный код русского народа, российского народа. Это наш общий, можно сказать, культурный код. У нас будет возможность поговорить по пушкинской карте чуть позже. Да, но я пока вот про всё-таки продолжение темы кода и нашей программы. И Пушкина переводили на татарский язык. Татары тоже знали его со времён. Тукая, Тукая, Дердмен, потом более уже современные поэты переводили. А Тукая – это тоже наш культурный код, уже татарский культурный код. Что касается народной программы, там много пунктов, за которыми стоят, в дальнейшем будут разработаны законопроекты или программы приняты. Это такие пункты, допустим, как создание региональных программ по поддержке муниципальных учреждений культуры. Очень они нуждаются. Создание программ по поддержке школ искусств, ремонт там, реконструкции и ремонт. Давным-давно уже назревший вопрос. Мы учимся прямо этим. Поддержка кинематографии, Милевша Лябибовна, увеличение масштабов финансирования создания фильмов, имеющих социальное значение. Это вот очень важно. И много других таких пунктов. Конечно, народная программа «Единая Россия», она как бы федеральная эта программа. Там создаются условия для того, чтобы можно было развивать свою культуру и все её разные отрасли. В целом, на федеральном уровне и в регионах. А вот как мы... А вот вы спрашиваете, поможет ли она нам свой культурный код сохранить? А вот это уже наши проблемы. Вот это уже наше дело. Нам самим надо. Потому что нет нигде другого в мире места такого, которые бы были заинтересованы в сохранении Татарстана или Татар. Конечно, это мы сами должны делать. И вот как мы с этим справимся? Это уже наш вопрос. Это здорово. Это программа, которая на 5 лет, и мы все с вами будем идти и участвовать в этой программе, в реализации этой программы. Вот три типа культурного кода, так гласит у нас Википедия. Первый – это традиционный, второй – это книжный, и третий – это экранный. Ну, Милюша, я не могу вам сегодня не задать этот вопрос. Экранный. Вы являетесь директором Татаркино. Как через экран, через кино мы можем, наверное, воспитать культурный код, продолжать передавать культурный код? Спасибо огромное за вопрос. Ну, кино – это вообще вечное искусство. Очень многие классические картины, они до сих пор смотрятся с любовью. И мы же видим, как воспринимают старое доброе советское кино. Сегодня на каком-то новом витке молодежь уже просто ретроспективы все смотрят. Мы это на себе проверили и знаем, что любая ретроспективная картина, она вызывает очень большой интерес не только у людей, которые были свидетелями создания этого киношедевра, но и молодого поколения. Что касается сохранения через кино, особый выразительный средств ведь есть. У нас такой спор есть, а что такое, собственно, татарское кино? И среди кинематографистов нет такого единого мнения. Кто-то считает, что если в кино есть наши образы, символы, чак-чак, кастубей, это кот, или звучит музыка, которая задевает струны, то это тоже кот. Кто-то считает, что мы не должны опускаться на уровень деревенской культуры, и это не есть хорошее кино. Но я вам приведу пример, как мы выезжаем с нашими татарстанскими фильмами в регионы Российской Федерации, где живут дисперсно наши татары, соотечественники. Вот там проверяется, верно ли подобрали выразительные средства для какой-то мысли кинематографистов. Верно ли режиссер нажал на эти самые кнопки, которые вызывают эмоции, буря эмоций у наших соотечественников. И вот именно там я понимаю, что культурный кот – это прежде всего генетическая память. Люди живут в ассимилированном мире, они фактически не видят в таком объеме, как мы здесь в Татарстане, не видят своего национального, родного. И вот когда через фильм мы понимаем, что мы просто пробуждаем в них вот эти исконно генетические корневые системы, вот там можно понять, что реально это существует, и это нужно развивать. Это нужно обязательно сохранять в вечных форматах. То есть, конечно, и театр, и литература, и поэзия – это все средства для того, чтобы методы, так скажем, для того, чтобы сохранять. И этот культурный кот был, но в кино есть возможность оставить это на очень долгие годы, на очень долгое время. То же самое можно сказать, если говорить про экран, то это национальное телевидение. Весь фонд, который мы создали, и столько времени уже это работает, что весь мир через ТНВ планеты как раз и видит это все. Только хотела сказать, что мы с вами сегодня являемся тем звеном, который транслирует культурный кот на всю планету. Да, и есть, конечно, такие неотъемлемые части этого культурного кода, помимо, конечно, осознанных вещей, таких, которые материализованы в виде тюбитеек и так далее. Да, и есть неосознанные вещи. Например, что такое монг? Вот когда мы слушаем музыку, это же неосознанное. Внутри рождается нечто, что как раз продиктовано тем, что у человека заложено очень глубоко. Вот этот монг, монг, то, что не переводится даже на русский язык, это, я считаю, одно из... Да, ведь бывают песни на татарском языке, звучит татарское, а монг-йок. А когда даже в кино мы используем исконные традиционные народные мотивы, например, в фильме «Сумболь» мы взяли «Зенгар кульмяк», но это всем сразу. Это потому что музыка, на которой, ну, из колыбели люди растут, и поэтому всё, что приобретает такую форму очень современную, вызывает иногда отторжение у носителей этой культуры. Почему? Потому что вот в век глобализации есть две тенденции. А с одной стороны это уравнивание всех, а с другой стороны такое сильное желание самоидентификации народа. И вот именно сейчас очень правильный, очень своевременный, актуальный разговор, потому что если не мы, то кто? Это может не сохраниться, это может не остаться. Это правильно. У нас на связи депутат Государственного Совета Республики Татарстан Набиева Алсуру Стемовна, но она же и ректор Российского университета кооперации, Казанский университет кооперации. Она находится сейчас в Москве, в командировке, но всё-таки нам очень важно, сегодня мы затронули уже темы, что сохранение у молодёжи. Алсуру Стемовна, у вас вся Россия, можно сказать, молодёжи, от Калинограда до Владивостока находятся ваши филиалы. И вот как вы считаете культурный код среди молодёжи, каким образом может сохраниться, как нам передавать, как транслировать? Здравствуйте. Вопрос сохранения культурной идентичности и вопрос содержательной части национального кода и передачи студентам этих элементов для нас очень важный и является неотъемлемой частью нашей воспитательной работы, которую мы организуем в университете. И в каждом филиале у нас есть национальные культурные центры, в котором собираются молодёжь, проводятся регулярные встречи с представителями творческой интеллигенции, культурной интеллигенции, естественно, курсы по изучению языка. Вот я могу сказать о Казанском кооперативном институте нашем. У нас замечательный центр татарской культуры, который работает с более 30 центрами культуры татарской на территории нашей страны и за рубежом. Проводятся мероприятия, принимают участие студенты. Фактически каждый день ведётся эта работа. Мы приглашаем школьников. У нас приходят ребята из советского района города Казани на регулярной основе. Проходят совместные мероприятия. И те качества, которые присущи нашему народу, ведь нужно студентам об этом рассказывать. Вот сказали коллеги, где-то в семье они, может быть, этого не услышали. Но мы, как представители образования, кстати, один из элементов нашего культурного кода – это науколюбие. И вот мы традиционно всегда были впереди с нашей педагогикой. Педагогика Аль-Джадид – это тоже наша традиция. Мухли Сабуби, Шигабудин Марджани, Резайдин Фахреддин – новые педагогические и воспитательные тенденции, которые в себя вбирали в мультикультурные традиции тоже. И выходили за пределы, скажем так, какой-то географического какого-то местонахождения. И вот это тоже наша культурная традиция, наш код, и мы это доносим нашей молодежи. Пассионарность, опять же, движение вперед и трудолюбие. Ведь не случайно говорят, что для татар только алга и нет никаких вариантов. Это же тоже наш культурный код. Гостеприимство, опять же, наше, семейственность, дружелюбность. И все это необходимо закладывать, и мы закладываем в наши модули воспитательной работы. И все это пытаемся донести. И, конечно же, безусловно, толерантность, безусловно, вера в лидера нашего. И вот все это доводится до студентов, и всему этому посвящены отдельные блоки мероприятий. Но вот Людмила Николаевна с Мархаметом были у нас, у нас ведь и центр татарской культуры, и центр узбекской культуры, и турецкой культуры, и большое количество центров, которые у нас были созданы, исходя из потребностей наших студентов, которые у нас обучаются. И мы абсолютно одинаково относимся, очень много внимания уделяем, и понимаем, насколько это сегодня важно. Вот эти центры, которые созданы, да, центры, которые созданы на базе ваших институтов, действительно, они транслируют не только татарский культурный код, но и код других национальностей. А, Сурасовна, вы являетесь руководителем землячества. Как считаете, это может быть одной из формы передачи культурного кода? Вы знаете, вот мы два года уже занимаемся этим вопросом, и вот наше землячество, оно с одной стороны землячество муниципального района, а тогда, когда мы начинаем работать за пределами нашей республики, это уже татарское землячество. Это, безусловно, инструмент передачи и сохранения нашего культурного кода. Мы, наши коллеги, наши земляки, которые проживают в других регионах, они с огромным удовольствием принимают участие, а наша задача подключить больше молодежи. Это является нашим коэффициентом и критерием успешной работы. Мы задачи ставим для каждого землячества, сколько у нас представителей молодежи, студенчества включаются ежегодно в работу. Спасибо, Алсу Рустемну, удачи вам работы, хорошей вам командировки, до новых встреч. У нас большое количество учреждений, которые связаны с культурой театры, библиотеки, ну и самое главное, наверное, музеи, да, и самое главное, наверное, театры, которые в последнее время просто звучат, и молодежь, как бы я смотрю, что начинает ходить. Вот как через театры, Гульшат Незавна, мы можем передавать этот же культурный код, транслировать культурный код? Какой жанр театрального искусства для этой цели подходит более всего? Вы знаете, жанр театрального искусства подходит для транслирования культурного кода абсолютно любой. В комедии мы видим одну, один какой-то пласт, в драме это совершенно другая история, да, вот не далее, как вчера, а у нас был концерт, да, такая вот, посвященная театральная история. История, посвященная Яхину, столетию великого татарского композитора, где драматические артисты пели его романсы, и также звучала история его жизни. То есть жанры абсолютно разные, и, опять же, вот, да, тут прозвучала музыка, вот это вот то, что мы можем транслировать, да, средствами театра, это мы все, конечно же, готовы и делаем. То, что касается культурного кода, опять же, вот, продолжая разговор, да, сказали снова чак-чак, тюбетейка, там, орнамент, сапоги и так далее. Но не только же это. Не только это, конечно же, вот поэтому я и пытаюсь сейчас сформулирую. Код – это для нас, для театрального искусства, для художников, так же, как и для кинотворцов. Это некий ключ, которым мы, ну, говорю мы, да, от имени художников, которым мы вскрываем некий текст. Да, и когда мы берем текст Исанбета, Камала, там, я не знаю, Юзеева, Минулина и прочее, и своими вот этими ключами, которые у нас где-то генетически сохранены, и мы вот через это, пропуская через себя, выдаем некий художественный текст, это, собственно, тот же самый культурный код, который транслируется со сцены. Код культурный на сцене театра через театральное произведение – это, конечно же, ключ к открытию этой вот самостейности, самобытности, нашего идентичности. И, смотрите, тоже такая интересная вещь, да, я сказала Камал и Санбет, но даже если мы поставим Володина, как мы это сделали, да, вот недавняя премьера, одна из переводных, то он все равно будет звучать через наши культурные коды, и наши культурные коды, они будут, как бы, там считываться обязательно, конечно, потому что даже вот была у нас на премьере Марина Юрьевна Дмитревская, главный редактор ПТЖ, Петербургского театрального журнала, и в своей рецензии она написала, что он уж очень татарский у нас получился, Володин. И это, с одной стороны, как бы, это нам, да, нам это интересно, нам это приятно, да, с другой стороны, как бы, мы понимаем, что это наше генетическое, это наша, вот, там, я, любовь. Ну не можем, мы по-другому. Она всегда будет, да, вырываться на сцену и в любом жанре. Ну я вот еще хотела добавить, что кроме вот этих символов, да, которые я уже сказала, осознанные, да, есть еще поведенческие реакции, которые как раз, они идут тоже, вот, испокон веков передаются, из поколения в поколение, и мы же, да, иногда даже мы можем считать это нормой жизни, а для других каких-то народов, да, они говорят, а что у вас здесь, у вас действительно так относится, там, например, отношения между родителями и детьми, там, почитания старших или отношения к, там, к женщине, у которой, там, без мужа родился ребенок, то есть это как бы, если говорить про современный мир, это уже нормой становится. Но вот в культурном коде это все равно есть некие, ну, поведенческие реакции, которые мы видим, что это нам характерно. Они передаются именно с нашей национальной культурой. Потому что культурный код это еще, наверное, и образ жизни. Вот про Татарстан говорят же, что мы очень мирно, дружелюбно сосуществуем и живем друг с другом. Я несколько лет назад была руководителем комиссии, который создавал текст гимна нашего. И вот мы заложили слова там такие. То есть единый дом у нас, одна семья. Это про Татарстан. Это признано тоже во всей стране. И даже за рубежом это знают студенты иностранные, которые хотят учиться в России, они приезжают к нам. Потому что они знают, что ни по цвету кожи, ни по разрезу глаз, ни по одежде там их никто не будет считать там чужими. Вот это тоже код, я думаю. И этот код заложен в нашем гимне. Это же тоже интересно. Вот смотрите, очень интересный вопрос. Я вот сейчас, наверное, перейду. У нас тоже на связи депутат Государственной Думы 8-го созыва Российской Федерации Ильдар Ирикович Гельмудинов. Ильдар Ирикович, добрый день. Ильдар Ирикович, мы обсуждаем культурный код Татарстана. И вот есть у каждого свое мнение, но оно как бы схоже все-таки. Но сейчас вот очень важное у нас в России идет такое политическое, наверное, скажу, событие. Это перепись населения, которая тоже важна в части сохранения культурного кода Татарстана. Ваше мнение, поможет ли вот этот вот наш такой общенациональный проект сохранить культурный код нашей республики, вот перепись населения? Спасибо большое. Но перед тем, как ответить на ваш вопрос, связанный с переписью, я хотел бы вот буквально два слова по той теме, которую вы говорите. И абсолютно верно все эксперты говорят о том, что, конечно, нам нужно уделить внимание работе с молодежью, ну, наверное, сохранению вот этого культурного кода у нашего подрастающего поколения. Не все у нас там хорошо. Надо для себя это честно признать. И у нас должен быть анализ, где мы не работаем, где мы ошибаемся, в семье ли это, в школе ли, или иные какие-то у нас есть механизмы для того, чтобы все-таки телевидение, роль телевидения в том числе. И второе, вы знаете, что была с нашей стороны инициатива о том, чтобы объявить 2022 год в Российской Федерации годом сохранения нематериального культурного наследия народов России и народных промыслов. Насколько я знаю, такой документ в принципе подготовлен, и мы, по крайней мере, мы вот ждем сегодня-завтра, что будет подписан такой указ, и это бы здорово нам, всем нам, помогло для того, чтобы мы вот всей страной по-новому взглянули на эту тему. И там, кстати, очень много нужно сделать и в законодательном даже плане. Закона нет Российской Федерации о нематериально-культурном наследии. И возвращаясь к теме переписи, конечно, очень важное это событие, может быть, наши граждане иногда недооценивают, думают, что государство хочет переписать для того, чтобы только налогом обложить. Есть такое иногда позиция. На самом деле, очень государственная важная задача на основании всех этих данных у нас будут формироваться наши государственные, федеральные и региональные программы. В том числе программы, которые закладывают в области, то есть большие проекты закладывают в области культуры, защиты традиций, сохранения вот того, как говорить, культурного кода. Это все в том числе по итогам переписи, определение национальности, определение владения языками. И ряд других вопросов, которые есть в листе переписи, дадут нам исчерпывающую информацию для того, чтобы и скорректировать федеральные программы, и, может быть, наполнить их новым содержанием. И другого такого источника, другого такого полного объемной информации, как кроме переписи, у нас нету. Поэтому я просто считаю, что важно всем участвовать, важно всем отвечать на эти вопросы, в том числе и про национальность, и про языки, для того, чтобы нам это все учесть в реализации федеральных, республиканских и иных программах. Спасибо, Эльдар Ирикович. Я знаю, что на одной из встреч вместе с Фарид Фарисовым вы обсуждали, и вышло у вас такое высказывание. Татарин не тот, у кого предки татары, а тот, у кого внуки татары. Так? Ну, конечно. Во-первых, все спрашивают иногда, для чего нужно указывать национальность? Что это дает, мне говорят? Скажите, что это дает? Зачем говорит какой-то язык, какой-то родной язык для тебя? Еще раз, тем, кто не понимает и кто нас смотрит, хотел бы сказать, что это не ради того, чтобы мы показали свою численность, не ради того, чтобы мы заявили, что мы там, в данном случае, например, татары или вторая национальность, и русские первая национальность, а для того, чтобы использовать этот инструмент, эти данные, еще раз говорю, для формирования программ, сколько нам нужно школ, какие нам нужно обеспечить учебниками, как нам в наших программах отразить ту потребность, которая есть для русского населения, для татарского населения, для чувашского населения. Для всех, кто проживает на территориях. Очень важно, в каком объеме мы будем оказывать поддержку, помощь тем нашим согражданам, которые проживают за пределами. А как мы это узнаем? Это очень важная задача и очень важно нам знать, в том числе, все эти данные. Спасибо, Ильдар Ирикович. Мы вам желаем успешной работы, чтобы действительно был подписан и указ о нематериально-культурном наследии, о котором было заявлено еще в 2019 году нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином. Ну а мы с вами прервемся на рекламу. Не переключайтесь. И вновь мы приветствуем всех зрителей ТНВ. Вы смотрите ток-шоу «Наша республика, наше дело». Тема обсуждения сегодня – культурный код Татарстана. И мы продолжаем наш разговор. И у меня вопрос, Айгуль Алмасовна, вам. Вы являетесь координатором партии этого проекта «Единая Россия. Культура малой родины» по направлению театра детям. И говоря сегодня о культурном коде и о молодых специалистах, вот как этот проект позволяет вам повысить культурный код при помощи приглашенных режиссеров? Такой вот вопрос. Приглашенные же у вас приезжают не только татарстанские, но и из других субъектов Российской Федерации. Вот как вы выстраиваете эти отношения? Ну вот вообще, чтобы было понимание, если до этого проекта «Культура малой родины» для детских театров, а в проекте «Театр детям» принимают участие 4 государственных театра, 2 театра кукол и 2 тюза, обычно бюджет детского спектакля был 100, ну 300 тысяч. Сейчас, благодаря этому проекту, мы имеем возможность ставить спектакли бюджетом до 2 миллионов. Если раньше мы своими силами только справлялись, то сейчас это возможность пригласить топовых художников, режиссеров, композиторов. Одно перечисление их имен даже. Это и Альберт Нестеров, это Евгений Брагимов, это Катя Гороховская, это Евгения Гансборг и много-много другие. И все они неоднократные номинанты, лауреаты высшей театральной премии «Золотая маска». И их приезд, это не только для повышения амбиции театра, это возможность, когда такие профессионалы приезжают, поверьте мне, это возможность и в рамках постановочного процесса обучиться нашим специалистам. И, конечно, на выходе тот спектакль, который получается, это, конечно, ведь кроме постановок, вот сами цифры порой очень красноречиво говорят, пять лет проекту, четыре театра детских принимают участие, каждый театр за пять лет получил порядка 36,5 миллионов рублей. Это огромная сумма для детского театра. Благодаря этим средствам, вот в наших этих четырех театрах порядка 60 новых постановок. И каких постановок, которые на сегодняшний день приглашают самые авторитетные, крупные, всероссийские международные театральные фестивали. Это дает возможность не только постановки еще сделать, а приобрести, обновить сценическое оборудование, световое, звуковое. Но вот не секрет, да, что мы же должны быть конкурентоспособными для того, чтобы к нам пришли. Если, ну, как-то идут в кинотеатры охотнее все-таки, молодежь идет, классами, попкорн, как-то вот более демократично. Театр, это же ты пришел без телефона, не жуя, не чавкая, не отвлекаясь, ты должен посвятить свое личное время, час, а может быть и больше. И вот тут очень важный такой момент, вот говорили, вот этот мон, он и в спектакле должен быть. По зарубежной ли он классике, по отечественной, вот то, что тебя затрагивает эмоционально. И вот наша задача, конечно, эмоционально их, знаете, увлечь, привлечь, захватить. И потом и вывести на очень серьезные какие-то вопросы, задуматься, заставить, в поисках ответа находиться. Поэтому очень интересный формат обсуждения после спектакля, потому что эмоционально они уже такие тепленькие, знаете. Им так хочется, оказывается, так хочется им поделиться мнением, поговорить, вообще как-то вот соизмерить. Я так вижу, а ты как видишь? И еще хотелось бы, вот страшное слово сейчас – вирус. А вот слово сочетание «культурный вирус» совершенно другое звучание. Пусть разносится. Понимаете, да. И мы бы очень хотели, да, что вот этот культурный вирус, вот когда к нам приводят, сначала приводят к нам родители, детишек, да. И вот чтобы этот культурный вирус попал в самое сердце, и чтобы уже театр, так же как библиотеки, музеи стали неотъемлемой частью жизни, потребность была. И, конечно, благодаря этому финансированию, я вот говорила эти цифры, когда количество переходит в качество. И вот эти спектакли, которые действительно им интересны, понятно, заставляют их задуматься, это же удовольствие и для нас, для театров, работать с такими профессионалами. И когда мы видим отклик этот от детей, это очень важно. Поэтому, конечно, мы с радостью работаем, мы это чувствуем и будем продолжать. Главное, чтобы проект продолжался. Вы задание делали, да? Когда я родился, пусть культурный вирус укрепляет культурный код. Отличное в сочетании. Ну вот я еще и хотела, да, сказать, чтобы культурный вирус, который вы говорили, от малых детей, передается к взрослым. И Фариде Богисовне, вот вы, вот этот, наверное, вирус, мы уже перешли, да, разносите по Республике Татарстану, не только по Республике Татарстану, но и по Российской Федерации. Ваш театр гастролирует и передает. Пожалуйста, ваше мнение. Мне очень нравится, о чем мы здесь говорим. Вот из всех ток-шоу, это самый культурный ток-шоу, во-первых, это самый культурный, прям вот бальзам на душу. Вы знаете, я во многом, во многом согласна со всеми, кто высказывается здесь. И с народными экспертами тоже, конечно же. Мы все заодно, чтобы не утерять этот культурный код. Он есть. Мы его нащупываем постоянно. Мы не можем сказать, что мы вот нашли, вот он. Он такой многоликий, что ли, такой вот во всем. Я, знаете как, сейчас что меня радует? Захожу в зрительный зал у себя в театре где-нибудь там, где-то мы выступаем в других театрах даже. Молодежи много, это надо признать. Раньше вот у нас в городе, например, или где-то в каком-то другом городе, может быть в Казани, много было бабушек в белых платочках. Но наши некоторые спектакли уже ушли вперед. И поэтому я иногда как-то немножечко некомфортно, что ли, даже себя чувствовала, если у нас такой очень современный спектакль есть. И приходилось уже общаться с залом, со зрителями. Да. Немножечко настроить надо зрителя. А вот тогда вот совершенно по-другому это воспринимается. А сейчас что меня радует? Я говорю, здравствуй, племя молодое и незнакомое. Вот многих не знаю уже, понимаете. Не вот тот постоянный зритель. Зритель меняется, приходит другой. Но он же приходит, он же тянется, к театральному искусству тянется, к культуре вообще тянется. Конечно, мы сумели очень свой репертуар продвинуть, что ли. И вот я не знаю, немножечко сумбурно говорю. Вот говорили мы про деревенскую культуру. Да, деревня – это были истоки, слов нет. Но сейчас нужно подтягивать, даже не подтягивать, наверное, формировать культуру городскую. Нельзя же говорить о том, что у нас, ой, сейчас деревня оттуда уехали, вот понаехали где-то, что-то такое. И обязательно должен быть культурный слой в городе, который ведет за собой вот эти сливки, что ли, некие. Вот мы сейчас на это должны нацелиться все свои усилия. И потом у нас неплохие спектакли, как вот вы правильно сказали. Мы разносим эти спектакли. Очень гордимся, очень радуемся, что, скажем, наш город Альметьевск узнает. Нам так и прямо говорят. Мы сейчас об Альметьевске знаем от того, что там театр. Расскажите о всех своих победах 2021 года, даже 20-го, 21-го. Вы знаете, вот победы... Я знаю, что вы не любите это говорить, но вы говорите за театр сейчас. Вы не за себя, а за театр. Да, да, это так. 21-й год, хотя сложный год, пандемийный год, но тем не менее получилось так, что у нас рекордное число нашего участия на фестивалях. 13 фестивалей международного, регионального и российского масштаба вот эти фестивали. И буквально послезавтра мы будем выступать на «Арт-миграции детям» в Москве на Боярских палатах. Это очень престижный фестиваль. Всего 7 спектаклей отобрано с Российской Федерации, в том числе Альметьевский театр с бэби-театром «Терра» для самых маленьких. Мы же создали уже театр для самых маленьких. А так, чем мы можем гордиться? Это действительно стоит того. Мы лауреаты многих фестивалей, но мы номинанты «Золотой маски» в шести номинациях со спектаклем «Королевство кривых». Этот спектакль у нас обладатель гран-при фестиваля театров малых городов России. Это наш любимейший фестиваль. И еще, знаете, насколько это было удивительно, прям вот такой фурор мы сами для себя, что ли, это было. В набережных Челнах прошел. Татарстан принимал этот авторитетнейший фестиваль. Каково было нам с артистами стоять на сцене органного зала в набережных Челнах и прямо у себя на родине в Татарстане получать гран-при. Вот эти чувства, они неповторимы, эти ощущения. Спасибо, спасибо, Фреда Богистовна, то, что вы делаете. То, что вы действительно, вы рекламируете просто Татарстан по всей Российской Федерации. И я уверена, что если пойдет пандемия, у нас и за пределами, вы говорите, для многих очень интересно смотреть театр на татарском языке. Хотя есть переводы полностью, потому что такое количество соотечественников проживают у нас за пределами Татарстана. Но мы возвращаемся к нашей программе, народной программе. Рима Атласна сказала в своем выступлении, что Пушкинская карта. Вот Пушкинская карта как раз зарождает культуру у детей от 14 лет до 22. Да, Дамир Данилович, пожалуйста, расскажите про Пушкинскую карту. И сможет ли она повысить культурный код? Сперва хочу сказать, сегодня в рамках нашей передачи несколько раз прозвучала все-таки тема молодежи. И действительно, на самом деле, молодежь, это вообще личность в процессе своего образования очень уязвима. И очень важно, вот внуки татары сегодня прозвучали, не сам татарин должен быть, а внуки татары. И действительно правильно, и основной упор нужно делать именно на молодежь. И я все-таки думаю, это и было, наверное, легло в основу того, что есть у нас в Российской Федерации такой проект, как Пушкинская карта, он именно захватывает период, я считаю, как раз период становления личности с 14 до 22 лет. В республике Татарстан у нас 330 тысяч населения, которые входят в этот возраст. И с 1 сентября этот проект у нас начал свою работу. И вот на сегодняшний день уже 52 тысячи проданных билетов. И хочу сказать, что именно вот в Пушкинской карте по количеству мероприятий, которые сформированы, многие учреждения специально готовили программу именно для этой Пушкинской карты, для того, чтобы вот для этого возрастного периода. И более, сейчас я скажу даже точную цифру, 1728 событий. Это вот тот ареал, да, тот ассортимент, который любой желающий от 14 до 22 лет может выбрать события вот из этого множества. Номинал карты 3000 рублей. Карта должна быть потрачена, этот номинал истрачен до конца этого года. И в 2022 году планируется номинал карты повысить до 5000 рублей. В принципе, ресурс, ресурсная база, она на сегодняшний день достаточно серьезная. Ну вот у меня вопрос по музеям. Светлана Юрьевна, Национальный музей Республики Тарстан. Вы представляете, увеличилось ли количество детей, посещающих музей национальный, ваши все филиалы? Да, я могу, во-первых, сказать, что посещение детей, прежде всего школьников, оно было обозначено бесплатным уже в предыдущие годы. Но сейчас немножко как бы сменился вот этот диапазон от 14 лет. Там же было посещение только в определенный день? Нет, нет, это, кстати, тоже. Школьники посещали музей бесплатно. В 2018 году было принято, что любое индивидуальное посещение ребенком школьного возраста музейного учреждения бесплатно. И сейчас так же. Да, именно так. А здесь как раз вот тот возраст, то, что было отмечено Дамиром Даниловичем, от 14 до 22 лет. И, конечно, этот проект «Пушкинская карта» очень важен для музея. Вообще, на мой взгляд, это проект, это практика очень хорошей конкуренции среди учреждений культуры. И сейчас музей, это не тот музей, который был 10 лет назад, он очень активно реагирует на те нововведения, которые происходят и в театральном искусстве, и в киноискусстве. Сегодня это не просто обзорные экскурсии, тематические экскурсии, но у нас идут и театрализованные экскурсии, и иммерсивные экскурсии, которые позволяют вовлечь наших молодых посетителей в сам процесс познания истории через музейную экспозицию. И, конечно, когда мы говорим о «Пушкинской карте», то мы, когда стали готовить наши заявки на введение нашего ассортимента, конечно, мы подготовили совершенно новые формы работы. Так, например, у нас одним из таких наиболее востребованных стал проект «Ночной квест по закрытому музею», и мы получили очень хорошие отзывы от посетителей. То есть это «Ночной квест», который предполагает уже в закрытом музее участие достаточно ограниченного количества посетителей, с ведущим такого шоу, с нашими музейными сотрудниками, которые уже воплощают образы исторических персонажей. И участники этого шоу, они проходят, своего рода, через испытания, через погружение в эту ситуацию. Да, погружение, и порой достаточно страшные истории для того, чтобы иметь возможность выйти из музейной экспозиции, из музея. То есть это очень интересный, на мой взгляд, вот тот проект, который востребован именно как раз аудиторией уже, ну, которая более, сказать, юношеская аудитория, да, студенческой частью или уже школьниками старших классов. Ну, у каждого свой интерес к музеям. Ну, и действительно, вспомните, если я вспоминаю свое детство, приходя в музей, там был хранитель, сидел на стульчике, то сейчас большое количество молодых ребят работают именно хранителями и в музеях. И вообще меняется, совершенно меняется сфера культуры и все остальные учреждения. Потому что, да, в современном мире, современной молодежи, если не пытаться говорить на одном языке, да, и серьезная задача у наших учреждений – делать события интересными. Потому что у нас серьезные оппоненты – это ТикТок, Инстаграм, торговые центры. Вот только хотелось сказать, что эта цифровизация может просто-напросто увести наших детей. Да, с ними очень непросто бороться, да, и поэтому задача непростая, конечно. Но те же социальные сети для нас тоже – это возможность продвижения нашего музея. Потому что сейчас и в Инстаграме, и в ТикТоке заложены ролики Национального музея, в которых участвуют и наши сотрудники, и в том числе смотрители с очень большим удовольствием. И очень приятно видеть, да, в карусели Инстаграм ролик Национального музея. Спасибо огромное, Светлана Юрьевна. Вот мы сегодня говорили с вами в течение часа о культурном коде. Ну, конечно же, мы не охватили полностью все. И творческие союзы, которые именно тоже являются передающим звеном культурного кода среди своих деятелей искусств, и не только деятелей искусств. Мы не проговорили и про те наши национальные проекты, которые также формируются и передают культурный код. Но есть один вопрос. Я хотела бы каждому его задать, этот вопрос. И что же необходимо нам предпринять? Конечно, оно звучало, ниточками проходило. Предпринять, чтобы сохранить культурный код в обществе. Пожалуйста, Миша Лебедовна. А у меня уже ответ есть. Пусть культурный вирус укрепляет культурный код. Надо делать вирусную рекламу, вирусные мероприятия. Вирус в хорошем понимании слова, он дает распространение. А это распространение как раз необходимо. Потому что можно довольствоваться кучкой людей, которые являются носителями культурного кода, а можно расширять эту аудиторию. Спасибо. Рима Атласовна. Я думаю, что нам надо научиться побеждать вирус. Самый настоящий коронавирус. Потому что все считают деньги, которые теряет бизнес, от мер. А на самом деле сфера культуры гораздо более подвержена этим потерям. И мы несем не только... Мы, я себя тоже перечисляю. Я заслуженный работник культуры Российской Федерации, Республики Татарстан. Несем и духовные потери от того, что люди не могут прийти в музей, в театр. Следующий момент. Я думаю, что государство, конечно, должно лучше финансировать эту сферу. Вот этот принцип остаточности, от него надо уходить. И наша народная программа этому будет служить. И еще один момент. Мы о нем сегодня очень мало говорили. Мы говорили о том, что надо поддерживать музеи, театры, кинематографию, как отрасль. Но мы не говорили сегодня о создателях, о людях, которые создают эту культуру. Наши творческие люди. Да, наши творческие люди. Очень многие из них, к сожалению, сегодня в сложной ситуации бедствуют. Вот как помочь им? Потому что они тоже и носители этого культурного кода. И на их примере мы будем воспитывать молодежь. Люди же видят, а что меня ждет в будущем? Что меня ждет во взрослом, в старом, уже в возрасте, когда я буду? И вот это надо переламывать как-то. Этих людей надо поддерживать. Спасибо, Айгуря Алмасовна. Буквально слово. Я думаю, что культурный код – это то, что делает человека человеком. И вот совершенно справедливо сказано, что самое главное – это люди и, наверное, уровень сознательности каждого человека. Спасибо. Ну и завершать вам, заместителю министра культуры Республики Тарастан Дамир Данилович. Работать, работать и все раз работать. Но я благодарю всех спикеров, всех экспертов, приглашенных гостей за участие в ток-шоу «Наша Республика. Наше дело». За конструктивный, за очень плодотворный разговор. С вами была я, Людмила Рыбакова. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин